За круглым столом в областной думе собрались чиновники из сферы образования, педагоги дошкольных учреждений и общественность. Тема для обсуждения насущная. Ежемесячные выплаты семьям, которые не могут отдать детей в дошкольные учреждения из-за существующих очередей. С инициативой принять соответствующий закон выступили депутаты фракции «Справедливая Россия». От жителей области регулярно поступают сотни обращений. В качестве компенсации депутаты предлагают выплачивать 2000 рублей ежемесячно. Мы готовы сами внести определенные изменения и хотя бы начать решать вопрос с теми детьми, которые входят как раз в возраст от 3 до 7 лет. И это посильная задача для области, это ориентировочно где-то от 9 до 13 миллионов рублей в год. Это абсолютно не такая большая цифра. Инициативу «Справедливый Рост» всецело поддержали коммунисты. Уполномоченный по правам человека Андрей Кабанов также высказался за принятие этого нормативно-правового акта. Правда, выразил опасение, что большинством депутатов закон поддержан не будет, а потому надо внести в законопроект некоторые изменения. Может быть, все-таки постараться найти какие-то точки соприкосновения с правительством и хотя бы сейчас защитить те категории граждан, которые реально находятся в совершенно катастрофическом положении. Это одинокие матери, это жены военнослужащих срочной службы, это семьи инвалидов, ну и еще там несколько категорий. Мне кажется, вот если пойти таким путем, то перспектива этого закона и есть. В процессе обсуждения участники «Круглого стола» пришли к выводу о том, что подобные выплаты все же нужны. Но останавливать строительство детских учреждений, конечно, нельзя. В прошлом году места в детских садах ждали более 8 тысяч детей. Теперь число нуждающихся в дошкольных учреждениях выросло до 10,5 тысяч. Решать эту проблему нужно комплексно. Один из оптимальных вариантов создания частных детских садов. Любовь Почерникова, Олег Милёгин, РТВ, Иваново.